What's up, my man? Это новая часть проверки мифов, и сегодня мы проверим мифы на родине РП. Пока в сам бы зайти просто нереально, решил зайти на родину, центральный округ, и проверить мифы, которые вы мне написали у меня в телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании. Не забывай поставить лайк и подписаться на канал, для меня это очень важно. Первый миф. Если упасть с высокого здания прямо на машину, которую ты недавно использовал, то ты не потратишь ни одного ХП. Такой баг есть в GTA San Andreas. Думаю, ни для кого не секрет, что КРМП, а именно родина РП, сделана на основе GTA San Andreas. И значит, если такой баг работает в GTA San Andreas, и на родине его не пофиксили, то он должен работать и здесь. Так, ну думаю, для проверки подойдет вот эта вот машина. Думаю, припаркуем ее где-нибудь вот здесь. И теперь мне нужно спрыгнуть вот отсюда, аж туда, на машину. То есть, только что я сидел за рулем этой машины, и теперь я буду на нее прыгать. Разгоняемся и... Походу, я на нее не попаду. Короче, машину я перепарковал вот сюда, чтобы было удобнее спрыгивать на нее. А прыгать я буду вот отсюда, с этого дома туда вниз. У меня сейчас ровно 100 ХП. Так, прыгаем. Да ну! Ну, подожди, не может быть! У меня реально не убавилось сейчас ХП. Ну-ка, сейчас проверим еще. Так, вон машина, в которой я только что сидел. Вы видели, прекрасно. Прыгаю на нее. И ХП реально не убавляется. Как такое может быть вообще? Так, а если я спрыгну сейчас не на нее, а рядом с ней на землю? Вот так. Падаем и... И умер. Да ну нафиг! Блин, о таком баге я вообще впервые слышу, и я не думал, что он работает. А теперь проверим, если я сяду вот, например, в скутер. Получается, я на нем посидел, покатался. И теперь получается, последняя машина, в которой я сидел, не вот эта Бэха, а вот этот скутер. И теперь я просто опять прыгаю на свою тачку. Я умер. Это работает реально. Получается, миф подтвержден, и этот баг реально работает. Следующий миф. Правда ли, что в конце карты можно найти значок Родины РП? Я даже не знаю, с какой стороны карты искать этот значок Родины, как он выглядит. И вообще, я об этом слышу впервые. Карта Родины просто огромная, блин. И где его здесь искать? Сейчас мне придется просто облететь всю карту по краям в поисках этого значка. Для этого у меня есть админский джетпак, и вот сейчас я нахожусь на краю карты. Это видно по радару. Вот так выглядит этот край карты, и как бы дальше уже там просто вода. Ну и теперь мне придется облететь так полностью всю карту. Ладно, на джетпаке мне лететь не придется, потому что это очень медленно. Для этого у меня есть админский аирбрейк. Я добрался уже до другого края карты, до другого угла. Вот так он выглядит, и здесь нет ничего, кроме бесконечного океана. Я не знаю, мне кажется, меня обманули, и никакого значка Родины здесь нет. Очередной угол карты, и здесь я тоже ничего не вижу, кроме воды. Еще один угол, и здесь тоже ничего нет, как и вдоль всей карты. Проверяю последнюю сторону. Облетел я вдоль всей карты, проверил все стороны, все края, все углы, и не нашел никакого значка Родины. Поэтому, судя по всему, этот миф опровержен. Если вдруг я не прав, и реально где-то есть этот значок Родины, то напишите об этом в комментариях, потому что я его вообще никак не нашел. Бак на деньги. Надо зайти в файлы игры, найти папку Money, и там будут твои ники аккаунтов. Заходи на свой аккаунт, и там будут твои деньги с твоего аккаунта. Измени, насколько денег ты хочешь, и перезайди. То есть, я правильно понимаю, что в файлах игры Родины находится файл, в котором можно выставить значение денег, и когда ты зайдешь в игру, у тебя будет столько денег? Я зашел в папку Arizona Games, и здесь есть папка Родина. Открываем ее, и что-то папки Money я не вижу. Пишем Money, и топ, подождите, здесь реально есть папка Money. Неужели эта фигня реально работает? Правда ли, что на крыше ФСБ есть пасхалка от разрабов Родины? Я нахожусь напротив здания ФСБ. И давайте так, сейчас поставьте видео на паузу, и напишите в комментариях, как вы думаете, есть ли на крыше ФСБ какая-то пасхалка. Только честно, не перематывайте вперед и не смотрите. Прямо сейчас спуститесь, и напишите, как вы думаете. Выдам себе джетпак, чтобы подняться на крышу. Здесь стоит два вертолета. Так, и вот выход на крышу ФСБ, но что-то я пасхалки никакой не вижу вообще. Может быть здесь? Нет, здесь тоже ничего нету. Нет, ребят, что-то я здесь не вижу никакой пасхалки, и походу миф опровержен. Меня реально опять обманули. Правда ли, что если тебя повязали и тебе позвонит друг, то наручники снимутся? Звучит опять как что-то нереальное. Я нашел добровольца полицейского, который выдал мне одну звезду. Сейчас он на меня надевает наручники. Сейчас он же мне и позвонит на номер. Я думаю, ничего страшного, что звонить будет он, а не какой-нибудь друг мой. Так, телефон у меня звонит, и теперь мне нужно взять трубку. Я взял трубку, и что-то ничего не происходит. В общем, миф опровержен. Наручники не сбиваются, когда тебе кто-то звонит. Хотя я думал, что этот миф будет работать. Следующий миф. Нужно иметь две одинаковые машины. Положить предмет в машину и перезайти. Забираем предмет с первой машины, и этот же предмет и со второй. И получается дюб. Для проверки этого мифа мне нужно купить две одинаковые машины, как я понял. Посмотрим в автосалоне эконом-класса, что здесь вообще есть. А тут нету нифига. Думаю, вот такая вот машинка за 800 тысяч мне подойдет. Покупаем одну, и сразу получаем на нее номера. Конечно же, украинские. И покупаем вторую такую же. Паркуем рядом. Открываем багажник, и нужно сюда что-то положить. Ну, допустим, бронзовую рулетку. Теперь загляну в этот багажник, чтобы убедиться, что рулетки здесь нет. Вот, пустой багажник. И теперь нужно только перезайти. В игру я перезашел, и мои две машинки уже заспавнились. Открываем багажник, и рулетка на месте. И проверяем вторую. Здесь, как и ожидалось, ничего нет. Не знаю, может быть, я сделал как-то неправильно. Если я делаю что-то неправильно, напишите об этом в комментариях. Но я, честно говоря, думаю, что даже если такой баг и был, то его уже 100% пофиксили. Потому что такие баги долго не живут, их быстро фиксят. Поэтому миф опровержен. Мужские скины бегают быстрее и дольше женских. Сначала проверим на моем мужском скине, это скин райдера. Стартовать будем отсюда, и побежали. Так, ребят, мой скин перестал бежать. Точнее, он бежит, но он бежит теперь только так. И пробежал я офигеть сколько, добежал аж до этой остановки. Будем равняться именно на нее. Теперь я переоделся вот в такой женский скин. У него как раз другая анимация бега, и будем проверять. Снова становлюсь вот сюда на исходную, и побежали. Так, ребят, у меня мой скин перестал бежать быстро. Чего так мало пробежал? В прошлый раз я, по-моему, добежал до остановки. Но это была не эта остановка. Это была вторая остановка, вот эта. Посмотрите, первую остановку отсюда даже не видно. Просто посмотрите, вот эта остановка. И вот здесь только первая остановка, до которой я добежал с женским скином. Получается, миф подтвержден, и действительно, женские скины менее выносливы, и они меньше смогут пробежать. Если подъехать на машине близко к банкомату, то прямо на машине получится взаимодействовать с ним. В принципе, я думаю, что этот миф рабочий, потому что, блин, а почему нет? Я нашел банкомат, и теперь нужно к нему как-то вот так подъехать. Я нажимаю N, но у меня просто глушится и заводится двигатель. Блин, а получится вообще активировать банкомат, если на N глушится двигатель? Так, подъезжаем вообще впритык. Ничего не работает? Да ну! Так, что-то у меня вообще не получается, у меня только глушится и заводится двигатель. Банкомат никак не активируется. Блин, получается, этот миф опровержен, и так нельзя пользоваться банкоматом. Можно ли зайти на родину РП с клиента САМПа? Мне говорил друг, что у него получилось. В принципе, к РМП Родина это тот же САМП, просто с другой картой. На официальном сайте Родины есть мониторинг серверов. Вот Родина, центральный округ, на котором я играю, и вот IP. Я запустил старый добрый САМП, и теперь добавляем сюда наш сервер. Родина РП, центральный округ. Он реально здесь работает и отображается. Так, я вроде бы подключился, и здесь какое-то здание в реке. Как это вообще? Ну и почему-то ничего больше не происходит. Я перезашел, но снова ничего не происходит. Но посмотрите, в чате отображается информация, что игрок вышел при попытке избежать ареста и был наказан. Значит, по сути, я подключился и зашел на Родину. Но, правда, ничего делать я здесь не могу. Если включить камхак и посмотреть по сторонам, то это обычная карта GTA Sampo. Но здесь есть какой-то непонятный маппинг в виде домов. Здесь просто какие-то непонятные мыльные объекты и все. Какие-то столбы в воздухе. Дорога появилась. Блин, что происходит вообще? И эти объекты продолжают появляться. Вот, появилась тарелка. Появились еще какие-то дороги. Все мерцает, мигает. Это офигеть вообще. Что за бред? Короче, даже не знаю. По факту я подключился к Родине РП через клиент Sampo. Но играть я не могу, потому что я просто не могу залогиниться. И я не понимаю, миф подтвержден или миф опровержен. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что он подтвержден. Ну, а вы напишите в комментариях, как вы считаете. Как это вообще понимать? Стоп, подождите. Здесь реально есть папка Мани. Неужели эта фигня реально работает? Открываем папку и... Что это такое? Это просто какая-то ПНГ-картинка с сейфом и деньгами. Нет, ну, наверное, надо быть дураком, чтобы поверить в то, что реально в каком-то файле игры можно выставить значение денег и у тебя будет столько денег в игре. Конечно же, этот миф опровержен. Такого быть просто не может.